Друзья, спасибо за ваши лайки под вчерашним роликом. Нет монетизации на ютуб, но есть лайки, и это вдохновляет делать новые ролики. Сразу отвечу на главный вопрос. Что по техническому дефолту России? Есть информация от Минфина, что платеж по облигациям на 117 миллионов долларов прошел. Значит, пока все хорошо. Хотя Блумберг сообщает об отсутствии признаков того, что владельцы облигаций получили выплаты. Ждем подтверждения о приходе денег, как только оно будет сообщим в нашем канале в Телеграм. Возможно, оно уже появилось, пока ролик будет в работе до выхода на ютуб. Мы же с вами разберем другое ключевое событие для всех рынков. Вчерашнее решение ФРС повысить ставку на 25 базисных пунктов. Рынки отреагировали на него высокой волатильностью, но все же взяли курс на рост. Наша с вами задача понять, как будет в дальнейшем развиваться экономическая ситуация в США. И делать мы это будем с уклоном в тему криптовалют. Сможет ли биткоин воспользоваться текущей ситуацией, чтобы вернуться к долгосрочному росту? Напомню про ваши лайки, как главный двигатель ютуба в текущих условиях. И перехожу к главной теме. По итогам вчерашнего заседания ФРС ставка была повышена на 25 базисных пунктов, как и ожидалось. Рынки закладывали вероятность данного события в 97% и снова не ошиблись. Сразу после оглашения этого решения по S&P 500 и по биткоину была заметная коррекция. Весь рост за день фактически отменился. Но затем началась пресс-конференция главы ФРС Джерома Паула. И он дал рынкам приличный заряд позитива. В итоге S&P 500 16 марта вырос более чем на 2%. И на текущий момент почти отыграны все потери за последние 30 дней. Биткоин также почувствовал себя молодцом. И на момент работы над роликом торгуется выше 40 тысяч долларов. Это важный уровень. О цене биткоина и его перспектива поговорим во второй части видео. А пока... Что же такого хорошего рассказал Джером Пауэлл? Прогноз по инфляции США, которая по данным за февраль равна 7,9%. И это рекорд за последние 40 лет. На конец 2022 года равен 4,6%. Причем ФРС прямо не сказали, что уже максимум. Так что может еще подрасти. Но во втором полугодии должна быть явная тенденция на снижение. А на запланированный ФРС уровень инфляции в 2% удастся выйти только в 2024 году. В общем, инфляция с нами надолго. Хорошо, хоть должна пойти на спад. Хотя про то, что ее график развернется вниз, ФРС говорила практически всю вторую половину прошлого года. И этого пока так и не произошло. Также пока не ясно, закладывали ли ФРС в свои расчеты инфляции обратный эффект от введенных санкций. Тот же бензин в Америке сейчас бьет рекорды цен. И хоть российской нефти они покупали сравнительно мало, но это все равно будет иметь эффект. Следующий важный момент. Что будет в дальнейшем со ставкой? Если в конце 2021 года ФРС планировали поднимать ставку только три раза в течение всего 2022 года, то теперь Джером Павел озвучил, что есть вероятность поднятия ставки фактически на каждом заседании. То есть еще шесть раз. Следующее собрание ФРС пройдет 4 мая. И рынок уже закладывает вероятность в 62%, что ставку поднимут еще на 25 базисных пунктов. Кстати, пока есть достаточно высокая вероятность, что ФРС поднимет ставку сразу на 50 пунктов. На нее дают сразу 37%. Тут, вероятно, в первую очередь регулятор будет ориентироваться на данные по инфляции. Насколько она вырастет в марте. Тем не менее, такое заявление, что ставка ФРС еще в 2022 году может достигнуть 1,75%, пока не напугало рынки. Ведь Джером Павел всех успокоил тем, что рецессии в США не будет, потому что экономика сейчас сильная, и она продолжит рост. Хотя прогноз по росту ВВП в этом году и был снижен с 4 до 2,8%. То есть вы поняли всю красоту игры. Павел говорит, что рецессии не будет, но при этом неплохо так понижает прогноз роста по ВВП. И предупреждает, что быстро с инфляцией не справится. Но главное, что рынки ему верят и думают, а не купить ли нам еще акций, пока дешево. И ключевой момент, на который пока все решили не обращать внимания, то, что тейперинг уже официально все. И новые доллары ФРС не печатает. А вот обратный тейперинг, то есть продажа активов с баланса ФРС может начаться уже в мае. Всего у них сейчас различных облигаций и других ценных бумаг, выкупленных с рынка, чтобы тот не рухнул, уже почти на 9 триллионов долларов. Обратите внимание, что в начале 2020 года это было всего лишь 4 триллиона долларов. Но последние два года печатный станок работал на полную катушку. Теперь же ФРС будет забирать ликвидность с рынка, продавая свои активы и изымая ранее напечатанные баксы. Насколько сильным будет влияние данных процессов на рынке, станет понятно в мае. Ведь пока неизвестны планы по продаже активов. Пока можно сделать лишь один вывод. Чем больше продадут, тем сильнее будет удар и биткоин не останется в стороне. Ведь у американцев банально не будет лишних долларов, чтобы инвестировать в криптовалютный рынок. И вот теперь переходим к биткоину. Как он будет реагировать на действия ФРС? Кстати, пока ютуб не под баном, что очень возможно, подпишитесь на канал. Так его легче будет найти, если придется заходить через VPN. А на случай, если и VPN перестанет работать, под видео ссылка на coinpost в телеграм. Там все самое важное и максимально оперативно. Подписывайтесь, чтобы быть на связи. Начнем с краткосрочного прогноза. На четырех часах картина в целом бычья. Импульс сжатия отработал вверх. На сейчас мы видим некоторую слабость по покупателям по МАГДИ и РСАЙ. Но в целом это нормально в плане краткосрочной коррекции. Подтверждением продолжения роста будет удержание цены в верхней части канала по полосам Боллинжера. С последующим движением к следующему сопротивлению на 42 тысячи долларов. Оптимизма добавляет и изменение ситуации на дневном графике. Давал апдейт по нему сегодня утром в Телеграм. По Боллинжеру мы пока сохраняем боковик. Но МАГДИ показывает на временную инициативу покупателей. Также важно, чтобы РСАЙ поднялся выше 60. Ключевой уровень на сейчас – это поддержка на 40 тысячах долларов. Если она будет держаться, тогда мы можем увидеть рост не только до 42 тысяч, но даже до 45 тысяч, где сейчас проходит главное сопротивление по текущему боковику. Также стоит обратить внимание, что формируется на дневном графике треугольник. Он попадает в главное сопротивление. Но сможем ли мы из него выйти? А точнее, в какую сторону? Потому что по классике технического анализа подобные фигуры пробиваются в направлении основного тренда. И он на сейчас медвежий. Это не обязательно условие. И есть мнение, что это консолидация перед ростом, как это было зимой 2019 и летом 2020. Посмотрим, кто из аналитиков окажется прав. Пока я, к сожалению, не вижу роста спроса на биткоин. А это очень важно. Данные Google Trends показывают, что популярность биткоина упала до минимальных уровней прошлого года. Важно понимать, что лучшего актива для защиты от инфляции. А в ряде стран, возможно, для гиперинфляции, чем биткоин, человечество не придумало. Я пытаюсь донести эту мысль как в YouTube, так и в Telegram. Но люди предпочитают криптовалюту только когда у них включается ФОМА. То есть когда ракета уже полетела. Так устроена наша психика. И побороть ее каждый должен самостоятельно. Чтобы потом не покупать на хаях и не кричать, что я купил, а оно все упало. В свете последних решений ФРС я ожидаю сохранения корреляции между S&P 500 и биткоином. Но в моем понимании она будет больше работать во время падения. Рост фондового рынка США биткоин в последнее время поддерживает достаточно слабо. Объясняется это низким спросом на криптовалюты. О чем только что сказал. А вот угроза совместного падения достаточно велика. Потому что оптимизм от якобы мягкой монетарной политики ФРС и их прямых намеков, что мы не хотим своими действиями уронить рынки, он может очень быстро закончиться. Особенно когда в мае ФРС начнет забирать ликвидность с рынков. А может быть и раньше, когда придут данные по инфляции за март и Джером Пауэлл снова выйдет к прессе. Но его риторика будет уже в разы более ястребиной. Друзья, напомню, что мы держим связь через Телеграм. Подписывайтесь на канал по ссылке под видео и ставьте лайк, если ролик был вам интересен и полезен. Спасибо за просмотр, ваш Коинпост.